Всем привет, с вами Надбар, и в этой серии вас ждет расширение города, серия, по-моему, 38-я. Да, поезда, конечно, уже ходят полным кругом, полным ходом, но мы их, наверное, еще даже сильнее будем расширять, но пока что не об этом. Пока что я хочу закончить эту дорогу, построить тут еще немножко кусочка райончика и продлить ее куда-нибудь дальше, так что эта серия будет, наверное, про строительство дорог, ну, впрочем, как и большая часть этой игры. Сейчас я тут хочу построить обычную развязку для автомобилей. Вот так вот я сейчас удаляю здесь железную дорогу, потом я с ней еще разберусь. Давайте полностью удалим, наверное, и переделаем тут железнодорожную развязку, потому что она уже намного более загруженная, чем когда-то, и пора бы ее уже немножко усовершенствовать. Может быть, сделать более гибкой, более... не такой резкой, или наоборот, более резкой, в общем, будет видно. А вот эту дорогу я дальше продлю, вернее, наоборот, не продлю, а чуточку поудаляю. Слушайте, да вообще полкарты удаляю на самом деле сейчас. Вот. Идея в чем? Сейчас я тут ее дальше закруглю, соединю с вот этой. Тут будет дорога дальше уходить, и куда-нибудь туда еще она будет тоже уходить. Потом посмотрим. Ну, для начала, что значит нужно сделать? Здесь я поставлю одну развязку, наверное, здесь поставлю клевер, для того, чтобы автомобили могли развернуться. Здесь важно, мне кажется, иметь возможность разворачиваться, важнее, чем что-либо. Вот где-то вот в этом месте будет неплохо. Как раз там дальше райончик какой-то можно будет сделать, а тут наверх пустить дальше еще машины куда-то в другую сторону. Вот где-то, наверное, пусть... Так стоит развязка. А эту дорогу еще соединим, как-нибудь что-то придумаем. Потом еще одна развязка будет находиться здесь. Она будет вести туда. В ту сторону тут у нас будет проходить мост. Вот где-то так. Теперь давайте эти две развязки соединим и будем соединять потом пути, которые касаются вот этого и вот этот вот. Да, красокружная получится, думаю, будет прекрасно. Удаляю эти куски для того, чтобы было более плавное соединение с дорогами. Обычные дороги, я думаю, без шумозащитного экрана. Почему под землей, а? Первый штрих, ну-ка. Эх, и уже не получается. Ну, давайте тогда с другой стороны начнем. Вот так. Благодаря новому типу привязки. Ну, вернее, благодаря вообще, в принципе, тому, что теперь существует привязка по клеткам такая вот. А что за... Что-то я не понял, что игра от меня хочет. По-моему, она домогается какого-то нервного срыва. Ну-ка, давайте еще раз. И прямую дорогу дальше ведем. Во. А то что-то было совсем неправильно. И тут соединение, в принципе, вроде бы как даже и неплохо, да? Да, вроде бы неплохо. И теперь из этого района тоже делаем тут выезд. Вот так. И поворачиваем здесь дорогу. Да, то что нужно. Здесь и соединяем с вот этой. Теперь получается, у автомобилей будет возможность попасть куда-то вот сюда, благодаря этой развязке, и приехать вот еще сюда, благодаря вот этому, вот этой дороге. Только она недостаточно кривая. Будет много перестройок на самом деле. Но еще есть, кроме как дорог, конечно же, у меня планы и другие на эту серию. Почему бульдозер включен? Не нужен мне бульдозер. Приблизительно так. Да, вот это вот больше мне нравится уже. Здесь нужно как-то попытаться повторить что-то похожее. Уже не получилось. Сейчас, конечно, намного удобнее стало строить, с тех пор, как появилась вот по точкам такая привязка. Она намного удобнее, чем то, что было раньше. Раньше вообще только так на глаз можно было ориентироваться или с помощью модификаций. А сейчас и вот так вот можно, и это, по-моему, потрясающе. И все равно я криво строю, да? Но нет. Конечно же, в моем городе все должно быть хотя бы плюс-минус ровненько, одинаково. Ну, не одинаково, но хотя бы ровненько. Ну, приблизительно вот оно и сюда. Хм. Вот, думаю, с этим уже можно иметь дело, да? По крайней мере, сверху смотрится достаточно-таки неплохо. Правда, здесь получается, что ничего нет. Но я, наверное, этот район расширю. Здесь, возможно, сделаю еще потом какую-то развязку, если в этом будет необходимость. Пока что я не вижу в ней необходимости. Если что сделаю, я даже вижу, какую можно сделать. Но все-таки она там не сильно пока что мне напрашивается. Так что я буду делать пока обычную. С обычных дорог. Вот здесь, да, можно, например, взять соединение. Да, пожалуй, давайте здесь и туда к развязке протянем одну дорогу и вторую. Надо только как-то поинтереснее это сделать. Может быть, просто прямую дорогу наискосок вот такую пустим? Как вам такой вариант? Я думаю, неплохо. Только с вот этой стороны. Вот как-то так. И потом возьмем где-то здесь и... Да, знаете, по-моему, достаточно неплохо это выглядит. Особенно вот это соединение, мне оно особенно нравится. Вот это еще так себе, а вот здесь очень даже хорошо. Теперь нужно это как-то придумать, чтобы соединить. Думаю, это стоит чуточку подальше протянуть. Да, пожалуй, где-то так. И вот теперь тут выйдет хотя бы вот такой поворотец. Разъедутся таким образом машины. Ну, что-то типа того. Что-то типа того. Возможно, слишком резкий тут угол все-таки. Но я не думаю, что с этим будут проблемы. Они дальше тут рванут и поедут по полной программе. А может тут круговую развязку такую сделать? А давайте сделаем здесь круговую развязку. Я думаю, здесь как раз для нее очень даже хорошее место. И можно будет посоединять все эти дороги нормальным образом. А не то, что я сделал. Так, ну вот где-то здесь, да, по-моему, была эта дорога. А я хочу, чтобы эта круговая развязка была достаточно нормального размера, по крайней мере. Ну, хотя бы где-то вот так. Хотя бы. Там минимум. На что я готов согласиться. Это пока что удалим. Потом я там верну еще. Здесь, конечно, крупная тоже особо не нужна. Мне кажется, или она мне дает какую-то очень дурацкую привязку. Я хочу ровно по клеткам строить, а оно вот мне. Во. Вот так правильно, а то что-то какой-то бред был совсем уж. Последние штрихи. И сейчас тут сделаем небольшую круговую развязочку. Городского типа. Что ты будешь делать? Ну, я вот думаю, может попробовать сделать здесь реверсивным кольцом. То есть, как правило, идет движение против часовой стрелки. Что если мы здесь попробуем сделать движение по часовой стрелке? Но добавить в то же время машинам, поворачивать и направо тоже. Надо, короче, подумать немного, как это получится сейчас. То есть, вот так идет движение, да? Например. Допустим, подъезжаем. Да нет, какая-то не очень хорошая идея. Все-таки пусть будет по-человечески. Вот такой вот кружочек. И давайте соединять так, как это и раньше было. Так, двусторонняя дорожка сюда с деревьями, конечно же. Сюда. А, сюда у нас, по-моему, была вот такая с газончиком. Угу. Вот, да, я думаю, с круговой развязкой это будет намного интересней. Намного интересней. Теперь уезжать они будут откуда-то отсюда. А может даже, смотрите, получится у меня как-то по-хитрому соединить сейчас. А давайте попробуем. Так, тут привязки нигде оно не ловит, ладно. Здесь только так получится. Ну, в принципе, я думаю, это даже нормально. Нет, ненормально. В чем проблема, почему я перестраиваю? Потому что у меня немножко оно все поломалось. Стал неровный круг, а я хочу, чтобы круг был идеально ровный. Сейчас заодно покажу, как можно убедиться в том, что он останется ровным. Нужно не убирать перекрестие до последнего момента. Если его не убирать, тогда, скорее всего, повезет и все будет хорошо. Если, конечно, можно будет соединить, а нам можно будет соединить. А здесь так, и сейчас я разверну эту дорогу. Вот, отлично. Теперь круг относительно ровный. Убираем перекрестие. И сейчас еще немножко подровняем с помощью модификации. Хотя, знаете, здесь-то можно шоссейную дорогу сделать. Че я это? Во! Вот так же намного лучше, да? И здесь даже практически равнять тогда ничего не нужно. Ну, самую малость. Вот где-то так. Здесь можно немного так сделать. В принципе, почему бы и нет, да? Тогда же, по-моему, попроще будет с таким кругом. Знаете, а давайте. Вот это очень необычно на самом-то деле. Необычное решение, но на самом-то деле даже, вот, по-моему, так лучше намного будет. Полукруговое движение. Вот, да, тут идет круг, а здесь так. Все-таки ровненько, да? И, по-моему, рабочая схема вполне. Издалека смотрится очень даже хорошо. Давайте посмотрим, как это будет все функционировать. Но думаю, что будет очень даже хорошо. Смотрю, тут только горбы такие идут. Но с этим, скорее всего, ничего не поделаешь. Все-таки такая уж. А нет, смотрите, немного получается подровнять. Много времени, конечно, этому я не буду уделять. Но хотя бы, знаете, немного. Все-таки выровнять хочется. Потому что это же все внешний вид города. И он, конечно же, влияет. И я понимаю, что, скорее всего, таких горбов в реальной жизни не было бы. Вот. Вот так, по-моему, намного плавнее и намного интересней. Тем, кому, конечно, нужно развернуться, им не так удобно. Зато тем, кому прямо, им очень удобно. И вот этим тоже. Им, благодаря такому повороту, не такой большой нужен радиус. И это, по-моему, круто. Но еще будем тестировать, конечно, эту штуку. Но я думаю, даже так это очень хорошо. Только автобус, смотрите, да? Он совсем какой-то медленный только что. Очень медленный был. Вот так более прямо получится. Хорошо. А значит что? Давайте вообще удалим этот фрагмент. Вот это я пересоединю. И сделаю здесь просто прямую дорогу. А то что... Что это я тут парюсь вообще? Вот так. Все. И теперь хотя бы это будет нормально работать. А уже здесь сделаю потом вот такое соединение. Все. Вот. Вот это уже то, что нужно. Вот теперь это работает именно так, как я хотел. Полукруговое движение, да. Почему бы и нет. Оп, повернул. Плавненько. Проехал прямо, ровненько. Да, по-моему, шикарно получилось. Я не видел таких развязок, но я думаю, что скорее всего такие существуют. Да еще и как существуют. Так что как раз нормально. Да здесь я собирался сделать мост и провести немного дальше. Я немного начинаю форсировать разработку этих развязок, потому что пора бы уже, честно говоря, закругляться потихонечку. У меня пока что общественным транспортом пользуются всего лишь сколько? Ну, около 10 тысяч, да. 8-600 людей и 1200 туристов, которые, конечно же, не люди. Поэтому, да, давайте чуточку быстрее пытаться это делать. Угу. Вот такой вот мост тут выйдет. Я хочу, чтобы эти два моста были одинаковые. То есть опора где-то была в одном и том же месте у них. Вот так, по-моему, хорошо получится. Да? Корабль, конечно, не проплывет, но нам это и не надо. Во! Шикарно вообще. Даже без модификаций с первого раза попал туда, куда надо. Теперь введем это, соединим с вот этой развязкой. Аж туда. И заодно дополнительный заезд будет в промышленную зону. Так тут немножко, видите, железная дорога идет. Поэтому я дорогу отвожу чуточку дальше от нее. И она вот так пойдет, дорога эта. Тут потом развязка будет в эту сторону, если я, конечно, решусь на это. Возможно, даже и не решусь, потому что это такой ответственный шаг. Это будет означать, что я тут еще целый район буду строить. Можно там аэропорт будет сбахать. Ну, короче, посмотрим. Пока что еще есть вопросы, определенно, по тому, что же там нужно делать. Так, и здесь прямая дорога уже. Вот так. Теперь в другую сторону нужно это все повести, что не так уж и просто. Конец прямой дороги. Получались, но, опять же, благодаря новому обновлению, которое уже далеко не новое, это стало намного проще. Раньше вообще было очень сложно провести два соседних, похожих друг на друга, шоссе. А вот теперь это хотя бы... Смотрите, да? С первого раза даже получилось, особо ничего не перестраивал. Теперь здесь железную дорогу я уже давно соединил. Ее теперь нужно посоединять вот в этих местах, где я ее оборвал. Потому что сейчас сюда поезда не ходят совсем. Надеюсь, они начнут снова ходить. Перестанут на меня обижаться. А резкие соединения я делаю с помощью мода на дорожную анархию. Без нее никак не получится что-то такое сделать. В плане железнодорожного соединения. Поднимаю на мост. Пейджап, пейдждаун. Многие до сих пор спрашивают, как это делать. Поэтому вот отвечаю, предугадывая эти вопросы. Здесь чуточку можно удалить и на мост отправить. Ну, рисковато. Ладно, согласен. Давайте переделаем. Вот аж до моста. Сделаем побольше радиус. Во! Вот так намного интереснее выходит. И кроме того, я бы хотел немножко уменьшить высоту этого моста. Тоже с помощью клавиш пейджап, пейдждаун. И модификации мует. Вот так, по-моему, шикарно. Потому что заезжать на резкий железнодорожный мост как-то не очень, по-моему, поездам. И здесь теперь нужно соединить. Здесь я обещал переделать эту развязочку железнодорожную. Давайте здесь теперь под дорогой пустим этот туннель. И, возможно, даже под дорогой, хотя нет, под дорогой очень плохая идея делать железнодорожные развязки. Давайте лучше наверх поднимем, и тут уже что-то начнем придумывать. Ну, вернее, что начнем-то? Просто я сделаю немного больший размах. Для нее атак особо ничего не поменяется. Вот если раньше она соединялась здесь, просто теперь пораньше, вернее, попозже буду ее соединять. Аж вот здесь. Даже где-то вот так. Вот. Это позволит поездам не так сильно притормаживать, друг друга не так сильно пропускать. Да и таким образом стрелки более похожи на стрелки, а не непонятно на что. Кроме того, по-моему, мне нужно соединение добавить здесь. Потому что я его как-то убирал, и, по-моему, так и не добавил. Так или иначе, здесь лишним оно точно не будет, а будет лишним уберу. Пересечение, мне кажется, здесь важно иметь. И вокруг вот этого райончика тоже нужно сделать какой-нибудь объезд. Здесь, возможно, вокзал сделаю. Но пока его нет, проводим прямую дорогу тоже под... Давайте под развязкой пустим. Вот так. Клевер, опять же, для того, чтобы машины могли развернуться. Здесь им потому что больше разворачиваться особо негде. А так, как правило, я использую развязки или турбинного, или типа винтовой мельницы. Вернее, типа винта-мельницы. Вот такие вот. Это развязка типа винт-мельницы, если кто не знает. Она позволяет транспорту беспрепятственно передвигаться. В чем минус, скажем, клевера? Обратите внимание, где тут съезд и заезд. Вот машины, например, съезжают на трассу вот здесь. А потом им нужно заехать. И получается, происходит пересечение трафика. Вот так и вот так. И может создаться пробка, или вообще эта развязка может даже закупориться полностью. С такой развязкой такого случиться, конечно же, не может, потому что у нее нет таких недостатков. Здесь по-любому нужно транспорт разгружать, и именно из-за этого я построил вот эту дорогу еще одну. И сейчас я из нее сделаю тут заезд, еще один в промзону, только с вот этой стороны. Идея была в этом изначальная. Можно даже попробовать сделать железнодорожный переезд, но с такой дорогой, по-моему, это чересчур. Так что сделаем тут просто мостик. Где там эта дорога? Простая самая без деревьев, потому что тут в промзоне какой смысл от деревьев. Давайте шаг эстакады уменьшим немного. Раз, два, три. По-моему, этого вполне достаточно. Да, вполне достаточно. И спускаем. Да, наклон, высота получилась небольшая, но... Недостаточная. Давайте чуточку приподнимем мост, потому что поезда будут цеплять. Такое уже было не раз, так что, да, надо подстраховаться. А здесь лучше приподнять, чтобы более плавное было. Вот так. Ну, хотя бы немного. Здесь нужно придумать соединение. Какое соединение? Думаю, что тоже вот такая же развязка, почти такого же типа. А смысл другую делать, здесь она вполне сработает. Ну-ка, где там круг? Где там круг? Вот он. Это же он? Да. Поднимать тоже можно целиком сразу всю развязку с помощью клавиш тех же самых. PageUp, PageDown. Ну, где-то, по-моему, здесь будет нормально. Да, я вижу, что она, по-моему, немножко пересекает трассу. Но вот эти дороги, которые именно ее пересекают, я удалю. А сам круг, по-моему, не пересекает. Давайте посмотрим сейчас на опоры, не стоят ли они посреди дороги. А, нет, вообще все шикарно. Опоры вот они здесь остались. Так что как раз я угадал со размещением. И давайте же сделаем теперь нормальную тут развязочку. Как нормально, самую обычную. А можно ли напрямик прям провести? Вот прям так. Ну, нельзя, но... Ладно. Вот это самая простая развязка, на самом-то деле ее строить просто на раз-два можно. И она получается всегда относительно ровной. Делаем теперь съезд, и будет то же самое, что и у нас немножко было ранее. Спуск вниз. Хотя можно было и не делать спуск, если так подумать. Там все равно дальше на мост она уходит. Но сделаем. Вот так, да? Ну да, можно было и не делать. А давайте не будем делать. Знаете, я лучше соединю прям сразу с тем мостом. А тут, возможно, пустим какую-нибудь дорогу под этой дорогой. Вот. Ну, по крайней мере, это интересно и необычно. Да, тут можно будет потом еще какой-то райончик построить, пока пусть так будет. Отлично. Вроде бы даже очень много как-то я успеваю сделать за эту серию. А соединение здесь есть, и здесь вернул. Вроде бы все вернул, и все прекрасно. Поезда ходят. Я хотел еще немножко изменить железнодорожные ветки. Многие мне в комментариях писали о том, что немножко там, скажем, черная ветка, вернее, белая ветка дублирует красную ветку или наоборот. Поэтому давайте немножко переделаем и уменьшим количество, в принципе, поездов до только двух веток. Давайте их найдем. Вот у нас черная идет, да? Давайте оставим тогда, наверное, белую, да? Красную вообще полностью удалим. Но черную немножко продлим и белую немного продлим. Для начала, значит, белую. Давайте ее найдем. Вот сделаем остановку. Белая, значит, приходит на этот путь. Мы поменяем приход белый вот сюда. Даже не так. Мы белую отправим вот на этот вокзал. Но по дороге попросим поезд заехать... Где эти пути-то? На вокзал вот этот. Давайте выберем два места, куда он будет заезжать. Это вот сюда. И в обратную сторону тоже. Получается, что люди будут кататься из одного района в другой по чисто белой ветке. То есть я белую ветку сделал, вернул обратно, сделал ее красной веткой. Давайте только убедимся в том, что я не накосячил тут нигде и сделал по-человечески. Да, вижу, что лучше бы я сделал немножко по-другому. Ну вот так, поменял местами. Вот так поезда будут не так часто пересекаться, так им проще. Поехал тут дальше. Теперь черный я тоже хочу немного видоизменить. А черный теперь тоже пустим вот в этот район. Вот прям вот сюда. Вот ты как со мной, да? Тогда проще сделаем. Хотя нет. Да, черный тоже пустим в тот район и сделаем промежуточные станции снова на том вокзале. Так, ну-ка. Таким образом люди смогут ехать вот в эту промзону сразу из многих районов. Почему не перенеслось? Перетащите маршрут, ну-ка. Во. Кто-то мне скажет, в чем дело или нет? Ну давайте так, ладно. Тут тоже свободный путь. Отлично. И в обратную сторону тоже черное нужно передвинуть куда-то вот сюда. Сюда не может, сюда не может. Все, вижу. Один недостаток уже моего соединения здесь не хватает. Вот чего. Хотелось бы, чтобы поезда еще могли попадать с вот этой ветки здесь, если будут ехать. Вот на вот это место. Но соединение можно сделать на самом-то деле где угодно, например, где-нибудь здесь. Давайте его здесь и сделаем, наверное. Вот оно будет выглядеть как-то так приблизительно. Да. Вижу, что, конечно, есть определенные неровности, но такие уж ограничения у этой игры. И теперь, наконец-то, черный поезд тоже сможет нормально попутешествовать на разные все-таки платформы. Давайте его тоже разнесем немножко по-разному. На вот эту и на вот эту. Да, думаю, вот так как раз будет... Даже давайте прям вот так. Вот так шикарно. Я думаю, теперь будет более эффективное использование поездов. Тут, конечно, у них жесткое движение такое идет по станции. Но думаю, что это прекрасно, и они смогут использовать это на максимум. Надо бы еще где-то сделать соединение, которое бы... А, нет, вот оно идет. Все, налево тоже смогут уехать, повсюду смогут разъехаться. И мне это не может не нравиться. Начали пользоваться, кстати, хорошо. Мне многие писали о том, что здесь большинство транспорта используют эту развязку для разворота. Пусть используют. Это нормально, абсолютно. Я не буду делать еще одну развязку, которая бы позволила им где-то развернуться. Они и эту тоже могут для разворота использовать. Но что поделать? Пробок больших здесь нет. В принципе, они спокойно разъезжаются тут на светофоре. Здесь я тоже проблем не вижу. Тут они странно, конечно, двигаются. Я не могу понять, где тут у кого зеленый, где тут у кого красный. Но вот здесь вообще все прекрасно. Они там хорошо по разным полосам рассовываются. Здесь движуха, конечно, в этом районе началась безумная. Тут много людей на остановке стоит. Но я, наверное, выделю разбор полетов на какую-то другую серию. Сейчас не хочется этим заниматься. Блин, прикольно все-таки получилось, да? Такое необычное решение достаточно. Можно даже... Можно было тут даже по-другому сделать. Ну, уже пусть так. Можно было шестиугольную такую сделать. Шестиугольный круг. Шестиугольный круг. Ну, вы поняли идею. Ну, уже ладно. Что сделано, то сделано. Глянем, пользуются ли грузовики вот этой дорогой. Потому что мне важно, чтобы они и пользовались. Получается, что вот этим быстрее доехать вот так вот и туда уехать именно с помощью вот этого пути, а не с помощью этого. Да, вроде бы даже получилось тут разгрузить так неслабо. Или они просто перестали кататься. Так или иначе, я считаю, что это хорошее достижение. Быстренько просмотрим, что у нас там по импорту. Импортируем мы сейчас... Практически не импортируем товары, но можно их накинуть немного. Товаров можно немного накинуть. Они никогда лишними не будут. Всегда нужны. Клетки не будем лишнее забивать. Ну, вернее, бросать на произвол. Глянем только, нет ли у нас тут нефти случайно. Ой, да тут куча нефти. Не, тогда это не вариант. Тогда это, конечно же, не вариант. И надо что-то думать. Железнодорожный переезд, конечно, можно сделать. Но вот как-то хотелось бы мне без этого обойтись. А что здесь? Здесь тоже у меня много нефти. Ну, вот здесь, кстати, нефти немного, да? Вот в этих трех клетках. Здесь точно можно построить. Тем более там такое, короче. Так что давайте. Вот эти три клетки. Это будет у меня простая промышленность. Проверю, действительно ли она простая. Нет, не простая. Тоже была нефтеперерабатывающая. Сделаем ее простой. Без намеков там ни на что. Надеюсь, это не нефтяные нач... Нет. Нефтяные, но... Ребят, простите, простите, простите. Строитесь обычные. Ну-ка. Во, фабрики простые начали строиться. Вот теперь с этим уже можно будет поработать. Вроде бы по импорту у нас других серьезных проблем нет. Много экспортируем, кстати. Много увозим из города нефтепродуктов. И это хорошо. У нас тут как раз грузовой вокзал, который позволяет это сделать достаточно эффективно. Это нормально то, что тут небольшое скопление поездов, пробок не создается, это главное. Убедимся, что здесь у нас на вокзале не творится полный ад. Из поездов не должен. На самом деле у нас не так много поездов. Так, чтобы ими люди пользовались. Я добавил черному маршруту возможность, вернее, людям из вот этого района, попадать напрямую тоже на работу вот сюда. Ну и в то же время доезжать к центру города. И то же самое я сделал для вот этих людей. Они смогут тут пересесть. И как раз будет хорошо. Есть дублирующий, конечно, один маршрут, который из этого района в этот двигается. Но это не так принципиально, потому что они немножко заразные теперь отвечают. В любом случае, это лучше, чем то, что было раньше. И движение, в принципе, нормальное. Да, немножко горбато, но опять же, есть определенные ограничения у игры, которые мне приходится нарушать, чтобы это все выглядело интереснее, чем если бы я этого не делал. Ну так, тут такое движение мощное, конечно, идет. По этой развязке. Но ничего страшного на самом-то деле, пробки не создается пока что. И я думаю, что ее и не будет создаваться, потому что, а че ей там создаваться-то? Там уже все, больше строится ничего не будет. Здесь, смотрите, сколько людей на станции теперь стоит. По-моему, больше, чем когда-либо. Много туристов приезжает в парк, да вообще все, в принципе, шикарно, мне нравится. Давайте выберем транспорт такой, на котором можно будет немножко покататься по городу, как это было сделано в прошлой серии. Канатная дорога. А знаете что? Я, по-моему, не показывал даже ни разу, как тут люди катаются на канатной дороге. Вот на вот этой. Давайте дождемся вагончик. Вот этот. И поехали. Да, как вы поняли, это конец серии, так что всем спасибо, что смотрели. Подписывайтесь обязательно на канал, ставьте лайки под видео, оставляйте свои комментарии с пожеланиями по дальнейшему развитию. Планы, кстати, на следующую серию это построить международный аэропорт где-нибудь, я еще выбираю для него место. И увидимся в следующей серии. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 субтитры создавал DimaTorzok Тот как раз пожарный прилетел, потушил пожар, но не полностью еще, но тут уже и гореть, в общем-то, нечему, а не подождить. Хе, по-моему, пожарная машина со всего города съехались, давайте подождем, посмотрим, чем это закончится все, да закройся. Субтитры создавал DimaTorzok Ну, вертолет, конечно, половину воды разлил по дороге, но в принципе успел долететь и что-то потушить. Здесь тоже все в порядке, ничего не сгорело от отла, и я считаю, что это победа. Все, увидимся в следующей серии, подписывайтесь на канал. Субтитры создал DimaTorzok